Владимир Владимирович Я очень тщательно слежу за вашими мнениями по поводу какой-либо ситуации у нас, происходящей в стране, и не слышала лишь вашего мнения о том, о нашумевшей истории, которая была развернута вокруг мессенджера Телеграм. Я хочу вот о чем спросить. Считаете ли вы правомерным называть эту ситуацию, которая характеризует как беззубость нашей власти против умов, и что она прибегает к некоторым антиконституционным мерам против своих же граждан? То есть, что вы думаете по этому поводу, мне было бы очень интересно. Посмотрите, как вы задаете вопрос. Это примерно из этой области. Вы давно перестали бить свою жену? То есть, можно ответить, что да, а значит били. Или нет, а значит продолжаете. Понимаете, вы сразу говорите, беззубость власти и так далее. Ну как я могу на это ответить? Я считаю, что попытки ограничить наши источники информации недопустимы. Это значит, что боятся этой информации. В советское время глушили передачи разных так называемых вражеских голосов. «Колс Америки», «Би-Би-Си» на русском языке, конечно, «Дойча, Вэля» и так далее. 40 миллионов человек, 40 миллионов, тем не менее, религиозно слушали. Потому что там была информация, которой не было в Советском Союзе. Люди хотели знать. Как только вы запрещаете человеку доступ к какому источнику информации, он специально будет это искать. Это опять глупость. Глупость. А если вы боитесь информации, значит, ваш руки не в порядке.